Меня зовут Людмила, мне 38 лет, я из Украины, из города Запорожье. Но выезжали мы конкретно из города Ирпень. Когда мы были в Украине, началась война, мы были вынуждены оттуда уехать. В Украине у нас были, по меркам Украины, хорошие работы. Я был дизайнером в компании «Киевстар», крупный оператор мобильной связи. Встречать будем, даст Бог, все хорошо. Мою дочь, ее мужа, нашего зятя и четверо внуков. Мы приехали, началось на Донбассе военное действие. Решили подать документы, так сестра здесь живет. И в течение двух лет нам дали разрешение на выезд. Потом я уже на детей, на дочь подала документы. Четверо детей. Один старший школьник, там он учился в пятом классе. Девочка в этом году должна пойти в школу. Ей 6 лет вот 11 апреля будет. Она так ждет этот день рождения, чтобы отметить в Америке ей хочется. Третий ребенок, ей 2 года и 5 месяцев. И четвертый, вот 9 месяцев я была 1 апреля. Это как вот, когда война началась, первый день, мы вообще, типа, да, и быть такого не можем. Ну, как эта война началась? Могли даже понять. Мы думали, это за 3 дня как-то закончится и все. Мы выезжали ровно через неделю, но после начала войны, поэтому мы застали много взрывов. Было особенно страшно, когда они жили в Ирпене, город такой, что они в подвале сидели с детками. У меня такое, я так переживала, он и муж, и все. Я ночью лежала и плакала. Они регулярные враги, но они были файлы через Лаутенберг-программу. Я очень рада, чтобы их видеть, потому что я была нон-стоп в контакте с ними, когда война началась, когда флайты были канцелены. Весь процесс чуть больше 4,5 лет у нас занял. Мама подала на нас документы в 2017 году, а мы на первое собеседование нас пригласили в 2018 году. Потом мы долго ждали. У нас родилась дочь, а после этого начался ковид. И опять мы говорим спасибо, ковид. В Нью-Йорке мы были в 7 часов вечера. Нас встречали мои родители, это мама и папа, и брат двоюродный. Когда мы встретились с ними, было много радости, мы даже плакали от счастья. Было много слез, но слез счастья. Здесь мы себя чувствуем спокойно и в безопасности. Мы рады быть тут рядом с родственниками и конкретно с родителями. Кажется с ними? Мы будем соминять. Мы продолжаем оперативные. Они уже получили медицинские аппетиты, я уже собираю аппетиты для детей в школу, на следующий тюжедневный аппетит они уже получили социальные социальные аппетиты. Аппетитные аппетиты уже получили, деньги, food stamps, все готово. Мы, конечно, первое мечтали, чтобы дети наши больше не столкнулись с войной, потому что они такие маленькие и уже ощутили, что такое война, услышали. А тут хотелось бы, чтобы наши дети получили хорошее образование, создали хорошие крепкие семьи и были счастливыми гражданами Америки. Чтобы они были свободными от нами. И я надеюсь, что все страны у них спокойно, без войны, без войны, без войны, без войны, без войны. У них есть с друзьями, которые рядом с ними. И я очень надеюсь, что один день в ночи, мы встали, и мы увидим, что на новой войне, что война остановится, и она умерла. И мы не будем звонить нам. Мы не будем звонить наш родители, и мы не будем звонить на новую войну, и каждый день, видать страшные новости. Все будет спокойно.